В пятницу мама-то сказала и узнавал насчет нашей территории. Они там уже целое дело такое у них, папка подшита, там всякие документы. Полистала немножко. Дала мне рисунок, я сейчас спущу его. Ну вот, кто-то поймет, что это снимок со спутника. И желтым очерчена наша территория, которую они нам сделали сейчас. Я посмотрел со старым планом. Старый план это вообще ксерокопия, так все грубо, жирно. Плюс-минус сходится. Единственное, что где аппендикс, где у нас сады и кладбище, в новом плане не вошло. Они обрезали примерно по силосным ямам. Дело в том, что когда давали первый план, когда только все основывали, не было понятия такого, что земля-сельхоз назначения, под жилое строительство, земля общего назначения. Это потом уже в течение какого-то времени, недавно это ввели. И получается, околок, где кладбище у нас, это фондовый лес. Все, что есть леса, это все фондовые. И он не может принадлежать деревне. Вообще, потом, когда я вышел от земельчика, Рогачев Александр Сергеевич, я просто у него забыл спросить, а вообще, что мне дает территория деревни? Вот просто, что, например, я нахожусь, живу, отношусь к данному муниципальному учреждению, или, как сказать, что вот деревня. По идее, то, что он мне объяснил, вот то, что мы сделали вам, это ничего не значит. Значит, сегодня наши российские законы такие, что любой человек, вот я, говорит, захочу у вас жить, я сейчас приеду, первым делом человек, который захотел жить, он едет, значит, узнал, что это Мамонтовский район, едет в администрацию. Вот он захотел жить здесь, вот посредине поля. Ну, посредине поля не дадут жить, а вот с краю, например, за тетлюбой. Все, ему очертят там, скажут, что там, какие эти границы. И все, и он построится, и все. И говорит, вы мне вообще ничего не сделаете. Это все, это все общая земля. То, что, я говорю, вы понимаете, вот то, что они там как бы обрезали, он говорит, мы вам сверху добавили, там, на соединение логов. То, что вы покосы косите, ну, как бы это наша, что была территория, он говорит, сейчас приедет там какое-то министерство, ну, по земле, там, или по охране труда, по природе. Первый штраф за то, что незаконно косите 5 тысяч с физического лица, с юридического 50 тысяч. Значит, а как сделать? Вот, берите, оформляйте покосы, ну, там, в аренду, например. И говорит, 70 рублей ты за пашню платишь аренду или сколько? 400 рублей гектар. 400 рублей гектар, да? Интересно, про что он говорил. А он говорит, короче, за покос там дороже еще платишь аренду. Вот, поэтому понятно, что никто это оформлять не будет, ну, просто, вы, говорит, не это, ну, типа, не выступайте. И то, что, я говорю, просто, вот там, например, Корченский всегда косили, это, как бы, их территория. Он говорит, да это тоже все незаконно. Их, не их, такого нету. Это наша, ну, как, административная территория. Вот. Ты государственная территория. Я говорю, хорошо, говорю, ну, вот, пруд Камагориха на нашей территории находится. Он говорит, ну, и что? Я, говорит, сейчас приеду, буду рыбу рыбачить, и вы мне вообще ничего не сделаете. Он, я говорю, ну, как бы мы за ним смотрим. Ну, вот и смотрите, говорит, за ним. Я говорю, хорошо, говорю, а как сделать так, чтобы там, например, я захотел забором обнести, рыбу разводить. Бери, оформляй его в аренду себе. Вот. Оформляй, плати деньги, тогда это четко будет твое. Тогда ты обнесешь его забором, и тогда уже никто тебе ничего не сможет сделать. Вот. И все. То есть, получается, вошло в нашу территорию только Камагориха и Симаковский. Да. Все остальное не на нашей территории. Но, получается, я говорю, наша территория, это просто такое, ну, условное, как бы, название, что вот, ну, наша, может быть, в плане каких-то споров, там, ну, там, еще чего-то. Вот эта территория, где вот это поле, у них четко помечено, как жилое. То есть, вот, берите, стройтесь там. Ну, и там еще какие-то другие. Насчет того, что вот это все съехало, все эти участки, я говорю, сейчас крайнего-то не найдешь, и никто там тоже ничего не знает. Все Мамонтово стоит в этих в озерах, половина Мамонтово, участки в озерах. Дом мой оформляли вот недавно, в прошлом году. Красненький дом стоит здесь на месте. А мой участок стоит на второй мостик трассы, вот это, из-за трассы там. Вот. Ваш Мамо участок стоит на месте, Тютлюбин участок на месте стоит, храм стоит на месте, потому что недавно оформляли все. А все остальное где-то там. Тут один человек зашел, который в теме, ну, как бы, предположение. Он говорит, как раньше снимали. Это вот сейчас спутники, GPS, все появилось. Раньше, когда все было первобытное, там, какие-то программы, земля, как бы, на карте была плоская. Вот они нанесли все. Теперь, когда сформировали эту систему, GPS, она теперь, получается, как бы, по программе, она, как бы, округлилась, и, получается, как бы, все съехало. Ну, это одна из версий, там, так, не так. Но, теоретически, кто понимает в программах, это, ну, вполне возможно. Роман был прав. А то, как кто это все будет, ну, как бы, исправлять, делать, никому делов нет. А мне один человек говорит, что это, говорит, сделано было специально. Так, вы вот сейчас вот живете. Китайцы, говорит, все равно будут приходить. Они уже земли эти, говорит, куплены наши, где мы живем, этого куплены. Он говорит, это вот у меня документы, куплена земля, освобождайте, уходите, куда хотите. А вот интересно, что является главнее? Документы на дом или какой-то вот этот рисунок, план где-то там в компьютерной программе? Понимаешь, тут, ну, да, ну, съехала туда, а у меня документы-то вот они. Или как, или документы с этими, со спутниковыми координатами, а они координаты твои вон там, иди там и живи, да? Забирай дом. Да, да. Может и такое быть. Ну, вот и дошли, говорит, будет прогресс, легче будет жить, говорит, людям, если все будет. Техника будет, там теперь и спутники. Легче будет жить нам. Представь, то был один телефон, придешь в контору, а он, председатель, я с отцом ходил, в контору придем, председатель, крутит, крутит телефон, потом коммутатор, коммутатор, сматерится еще он никак, опять крутит, крутит, пот наш весь, а все сидят, слушают, курят, дыма так вот плавает, когда он дозвонится до района, это Шарчино район. Встали телефоны мобильные, вот он в кармане, сейчас зазвонит, хоть с Москвы, хоть с Америки, легче, нисколько, тяжелее стало. Только я засыпаю, вдруг кто-то звонит, проснулся, а потом часа полтора-два не могу уснуть. Ну, отключать, думаю, что человек позвонит, то есть тяжелее стало жить. Не было бы этого космического, космоса, спутников не было бы, легче, никто этого не было бы. Пришли, намерили, аршином где есть, вот и все, а там сделали, а все равно сбой бывает. Легче это не для нас жить, а для тех, кто там наверху, для них легче всех контролировать. Ну, он что-то так, это прям, как-то так, это рьяно земельчик прям. Ну, я так плавник, я говорю, да не, не, я говорю, вы мне просто объясните, как, говорю, по закону, ну, чтобы я, говорю, знал, ну, потому что, понятно, ну, как бы, вот, я же тут не пришел, что вот мы хотим делать так. Ну, прям как-то так, ух. С главным архитектором я не виделся, он уехал. Вот еще бы, конечно, ну, послушать, что главный архитектор говорит. Ну, вот, ну, типа, мы, говорит, земли вам там добавили больше, что-то. Да, вот в эту сторону. Да, вот в эту сторону туда наверх добавили. А зачем туда? Потому что они снизу обрезали. Соланцы. Теперь снизу нельзя добавить, присоединить на территорию деревни фондовый лес. То есть это никак его, говорит, нельзя. Кладбище там отдельно у них выделено, то, что это как территория деревни, ну, кладбище вот так вот. Вот это вот. Да, и все. Вот поэтому, ну, что-то готовят, делают, должны приехать, значит, эти кадастровики, ну, точки спутниковые поставить, там, обмерить все, или как это, с приборами, которые нам участки нарезают, там делают вот. И зоны еще не выделяли, нет? Такая жила, какая там. А вот зоны, зоны, это нужно, это нужно сейчас созваниваться с ними, вот с этим, с архитектором, с Дмитрием Сергеевичем. Потому что, мне кажется, не тянуть, потому что смотрю, уже папка уже сформирована, уже там что-то, все, чтобы мы не опоздали потом, а то скажут, что вы молчали-то, ничего не говорили. Вот уже как поздали. Ну, сейчас последние согласования какие-то должны быть, я думаю, надо просто на них. В съезде, кто-то к нам во двор зашел, какой-то мужчина. Это Володя. Какой? Пенкин. У вас с детьми остался. Что-то у вас воровать надо. Ну, вот это первое. А теперь второе. Мне вот, хотелось бы, я думал, что побольше народу придет. Хотел бы услышать от каждого, вот у нас прошел день деревни. Это как вот в любом деле, там, в бизнесе и так далее, там, например, первая оценка бизнеса, самая минимальная, это через два года, самая-самая минимальная. А так вот там, пять лет, ну и так далее. Пять лет срок. То есть, вот ты бизнесом занимаешься, и первая такая серьезная оценка через пять лет. Как, что там, хорошо, плохо у тебя, что. Самое минимальное два года. Вот два года прошло, и ты уже смотришь уже, что-то не так, где-то что-то подправить, хотя подправляешь всегда постоянно. И вот прошел у нас день деревни, мне бы хотелось, ну просто от каждого какие-то предложения, может быть, в плане улучшения какого-то, ну более такому, как бы, не знаю, более эффективному проведению, что ли. Это не Пенкин. Не Пенкин? Может, это Польгуев? Похоже на Польгуев. Похоже на Николая Польгуева. Похоже, поход. Ну, он выезжал. Наверное, Николай Польгуев, он хотел приехать сегодня. Похоже на деда Леша. Может, позвать его? Он ищет, где, кому, он никого деревни не находит, надо сказать ему. Ну, ось, капитан, истись, ну, а? Пусть он, это, постесни, прям скажи, пусть дует сюда, поест, пусть, столько много, ну. Покричи, помаши рукой. Или положи. Ну, че толк-то не едите, это ж сегодня последний день, поешьте тут. Да будут есть, будут, заходят потом. А тот, второй, другой? 11-14. Ну, через Тавк, это поставьте туда, а тот сюда. Да, да. Потом только общаться. Ну, это в 12-й, но. Народа у нас немного, но все равно есть хотя бы по одному представителю от каждого двора. Вот, как-то хочется, чтобы, в общем, все были и овцы сытые, или как целые, и волки сытые. Совсем нам волки, но волки не нужны. Ну, так пословица гласит. Волки не нужны, да. Как-то, может быть, делить публику, либо, например, духовенство, например, после праздника, раз там накормили, увели их, накормили, и все. Вот, остальных здесь, потому что публика настолько разношерстная, и, понятное дело, Игнатий Тихонович говорит, глубокие вещи, правильные, все понятно. Ну, смотришь на их стеклянные глаза, на их томление, может быть, конечно, это где-то там что-то у них останется, может быть, где-то. Я говорю в плане неверующих людей, которые были на празднике. Николай, полюбую, слушай. Он идет. Ну. Я, вон, вон. Это Николай. Ну, Игорь, все дело пойдет. Работник Игоря приехал. Я просто дежурный, но в тот момент был. Надо тогда организованно все это, чтобы согласованно. Вот все приглашаем кого-то, не так, что я отдал, она сказала, ну, да, я не приду. Ну, и слава богу, что они говорят. А зачем тогда я еду, там, бензин трачу время, пригласитель мне раздают. Если бы уже установка, что хоть бы она не приехала. Потом, их надо встречать. Допустим, подъезжают. Служба затянулась, они подъезжают. В храмах не затащишь мужиков. Женщины там пошли, там, хвоточки одели. Их надо встречать где-то. Вот они стоят себе на улице. Что делать? Беседовать, может, там, с ними как-то. Нет, нет, понятно. Да я с разных сторон. Я не могу даже на велике. Лежу здесь. Уже пять машин собралось. Чего? Ну, там, старая дня какая-то. Я к маме их всех отправил. А что делать-то на улице? Смотрите, я сейчас не говорю, я сейчас не критикую, я сейчас говорю, как нам лучше сделать, улучшить. От каждого предложения какое-то самое даже нелепое предложение, в котором может быть какое-то зерно. Кто встретил их там, куда-то правил волос. Время идет, и нам надо менять репертуар. То есть, все меняется, и, соответственно, мы должны как-то меняться. Чтобы у нас все более и более как бы было эффективно. Я вот скажу, например, за ярмарку. по моему предложению батюшка как бы ответственную ставит. Вот, нормальное дело. И я так думаю, мы будем дальше это делать, но, например, если говорить, как бы, моя ответственность ярмарка, что я сейчас... Мир, да, проходите, сейчас садитесь. Значит, ярмарка, хорошее дело. Мы здесь все занимаемся производством натуральной продукции. И мы все равно ее продаем. И было бы здорово, вообще здорово. То есть, опять же, возвращаемся к человеку, который нам не нравится всем. Стерлига, да, Игнатий Тихонович, прям мы поставим на него. Надо просто запретить нам упоминать это имя. Значит, что он сделал? Есть тоже чему поучиться. Да, у него большие деньги. Он сначала открыл магазинчики в Москве, прикормил всех. А потом эти все магазинчики закрыл. Теперь говорит, ну там дорого платить. Из-за этого у меня там булка 200 рублей, там или 300. А вот приезжайте ко мне. Вот, теперь вот, мне теперь аренду надо платить. Вот я тут построил себе магазинчик на своей территории. И булка уже там не 300, а 150 рублей стоит, к примеру. Но не москвичи, они могут себе так позволить. Дело не про это. А про то, что очень хороший вариант, чтобы люди сюда приезжали за нашей продукцией. И что для этого нужно? Например, то, что я увидел вот из этой ярмарки. Там в основном моя была продукция. Никита еще немножко. Это не секрет, я скажу. Я заработал на этой ярмарке 4 тысячи чистыми. А что такое 4 тысячи, Игорь Александрович? По-честному скажи, хотя бы не в цифрах, ты десятку привозишь, когда ездишь в город? Нет? Вот. Ну, я как бы, я знал. Я про то, что говорю, что я никуда не ездил. Я просто вот заработал здесь 4 тысячи. Ну, у тебя это раз в год было, а у него каждую неделю. А речь не про это идет. Теперь подожди, у него постоянные клиенты. Да. Мы не можем, чтобы люди приезжали, он не может сделать, допустим, будут приезжать и здесь продавать. Тогда он потеряет тех клиентов. А сюда приедут или не приедут? Не всегда приедут. А там постоянные клиенты, понимаешь? Здесь это так не пойдет. Говорите правильно абсолютно, но я не про то, чтобы он не ездил туда. А я говорю сейчас именно про то, чтобы вот на такой праздник и может быть там еще там, ну, сейчас дальше расскажу, устраивать ярмарку про то, что дополнительный заработок, я никуда не езжу, но я просто на праздники заработал. Это устраивать правильно, это на один день. Устраивали мы больше, только для гостей уехали, не рассчитывать на то, что вот они поели и они будут с Барнаула приезжать к нам за продукцию. Это никто. Каждый день нет. Этого не будет. Каждый день нет. Устерного даже нету каждый день. Он проводит глобальные ярмарки там что-то один раз в три месяца, что ли, а вот сейчас что-то стал даже по субботам там что-то проводить мелкие. У него клиенты другие. Нам какие клиенты приезжают? Нам клиенты приезжают такие, которые зарабатывают это по 10-15 тысяч. Мы на каком месяце? А я сейчас не про это говорю. Я сейчас не про это. Я говорю про то, что даже он, вы говорите, каждый день, вот я уже это отсек, что каждый день, даже у него даже при их деньгах, каждый день к нему никто не ездит. Каждую неделю нам тоже, мы просто не готовы, мы что предлагать-то будем каждому? Мы тоже к этому не готовы. Значит, что я увидел из этой ярмарки? Конкретно, лично от вас, должна быть мощная информационная поддержка. Даже на ярмарку один раз в год. Мощная информационная поддержка даже всем. Даже подошли батюшки, что-то купили. Где вы только до этого встречаетесь, говорите, вот обязательно приезжайте, поддержите наши крестьян, настуральный продукт. Все. Это тоже как бы один момент и очень важный. Я говорю про то, что мы можем, мы это и молодежь будет дополнительно еще зарабатывать на своей продукции. Значит, это же не просто я продал один раз и все. Нет, я скажу. Я продал сейчас на ярмарке и у меня тем самым появились клиенты в Барнауле. Ситуация-то лично у меня-то какая, что я не могу пока предложить. Но у меня пока плюс-минус ровно. Но было как-то прошлой осенью, что меня очень удивило. Спрос превысил предложение. То есть, это вообще просто. И я понял, что для меня это как бы плохо, но я понял, что есть куда двигаться. Вот крестьянцы сегодня это просто для меня лично бездонное море. То есть, зарабатывать можно. Это неограниченная сфера. И всегда будут клиенты. Всегда. И как так? Человек просит, говорит, привези мне столько курей, давай еще. А у меня уже нету кур. Все, у меня не закончилось. Чтобы это было, тебе надо минимум 300 курей держать, 500. Тогда будет всегда. У меня когда было 150 баранок, то всегда звонят там Аким Тихонович, или другой, батюшка, мне баранчика можно? Совсем люди, которые только слышали, там у нас один есть, который Вадим на базаре, а он уже своим друзьям. Я от Вадима, Вадим сказал, что вас можно? Можно. Привезете? Да, привезем. Такая цена такая. Все, согласились. Все, Игорь, передаем, увез туда. У нас только так по заказу. Заказали, и все, здесь никакой, причем здесь ярмарка? Здесь не ярмарка, здесь уже так доходит. Нет, нет. А сейчас просят, я не могу, говорю, все, я убираю, все, у меня, говорю, сейчас больше нету пока. Я говорю, то, что ярмарка это не разовая, просто приехал, приехал человек и тебя забыл. Мы работаем на стратегию, на стратегическое развитие. То есть мы сделали там наклеечки, все, то есть люди, они просто взяли и все, и теперь они уже, им понравилось, теперь они уже позвонят. Алеш, это один раз в году мы делаем для праздника, сделали людям, и все. Это мы не можем все время, они были, допустим, хорошо, мне понравился вот этот то-то, то-то, я можно тебе, ну, так же позвонили, приехали, ты привез, увез и все, а так это не получится. Допустим, Игорь этим заниматься не будет, ему, во-первых, это некогда, и у него, он увозит клиентам, даже которые у него наработаны с десятилетиями клиента, в другой раз не хватает продукции на клиента. Зачем он будет на это терять тех клиентов, которые постоянно, а это временное. Давайте я правильно поставлю вопрос, вы меня не поняли, я сейчас не прошу ежедневно делать ярмарку. Не ежедневно, но... Вы меня сейчас поняли именно так, что я как будто требую проводить каждый каждый месяц. В праздник, это можно, да, сделать там, мы приглашение, в этом году приглашение, я включил, что будет ярмарка, приглашение, кому приглашали людей. Ну, а так, может быть, по интернету, можете, пожалуйста, когда готовимся, можете за два месяца до дня деревни назначить. Ну, я просто говорю и для молодежи, что... Разделить, допустим, гостей, здесь это как, разделить гостей, ну, тогда мы можем как везде делается, мы собрались, батюшки отдельные где-то, значит, по трапезничали там, все, да, все, а вы как хотите. Печерноходовая же, да. Ну, у нас так, насколько мы есть, у нас всегда с нами епископ в том же во святом углу всегда был, и в тихий там сидел, и Максим был, сидел там, и этого туда с садим, и все вместе у нас. Это нигде, в других-то редко-редко где есть, чтобы побыли, и все там, кто были на богослужении, вся община была за трапезой. Это редко где есть, очень так. Обычно собрались только батюшки там, кто церковный, и все. Остальные люди расходятся, потому что общего-то нет, есть приход, люди, которые первый раз пришли, там, и все. Ну, так вот, такое как бы предложение, просто подумать, может, вдруг что-то там рационально появится. Ну, вот, я говорю, были неверующие, вот, они приехали, их занять некому, их никто не встретил, приехала это, посмотрела, уехала, то есть, администра, может быть, никто не подошел там, кто она, я подходил лично, приглашал их, подождите, что нет, у нас там, у них встреча с каким-то инвалидом, где-то там, это нет никак, это, и директор, был это, это первый раз, такие, ну, все приезжали, а с района сколько мы приезжаем, только за все, 28 лет, один, глава района приехал, один, Беляев был, больше никто, сделал подарок, для школы, футбольный мяч, почему же приезжал, старчиков, с Шишины, старчиков, это местный, местный, мы им, сколько я, раз возил, просто пригласить, навозил, все, ни разу, дело образования, батюшка, помните, на лодках мы катали, на лодках, глава по образованию была, по образованию, тоже один раз, как-то, может, была, и все, а сколько в администрацию, приглашаем, уже сменилась, наверное, четвертый администратор, они всегда только на день общины приезжали, на день деревни мы не приглашали их в Тихию, кого? в Тихию, нет, никогда не было, день деревни у нас всегда мы приглашали администрацию, в последнее время стали, и духовенство, и администрацию, поэтому делить мы не можем, потому что, мы собрались вместе, допустим, как на, там, ну, как назвать, собрание, это или митинг, как называли, что это, все, рассказали, как основалось, люди, новые были люди, говорят, повторяемся, ну, повторяемся, потому что люди новые были, не знали, еще фотографии выставили, говорит, каждый год в одни и те же фотографии, я говорю, а как же, в Третьяковской галерее, сотни лет, и одни и те же висят картины, все люди смотрят, и ахают, надо же, как нарисовано, как это все, все умиляются, ну, а у нас всего 28 лет, да что старое, что ли, ну, нет, это все правильно, фотографии, и вот эта речь, она, то есть, она должна быть неизменной, потому что, все здесь, здесь все общаются, здесь это даже, те неверующие, даже люди, которые, они видят, ага, епископ, они, знают, другие это знают, что там митрополит, или кто, а другой, о, это их небольшой начальник верующих, принимают за большого начальника, вот, у него и шапка-то белая, видишь там. Вот именно такое слово, да, его, именно не это слово, речь про разделение, не про это слово, это слово должны быть все, все тут, кто тут безбожники, не безбожники, кто тут захожий, безбожников нет, есть неверующие, а безбожник, только кому на этом, сразу начнет и крестик доставать, и неправильно, да, это, неверующие, вот, вот именно, это же вступительная, как бы праздничная часть, вышел, основатель рассказал, ты ешь, все, как чего там, все есть, все есть, а мужикам, вот неверующим, вы говорите, им праздник для чего, слухи, ну, в Корчино, это Кирилл говорит, один говорит, поеду я, наверное, у них праздник, там день деревни, а Глой говорит, ай, да было там один раз, что, выпить не наливают, танцев нету, а что ему надо, мужику неверующему, все, а для него это все чуждо, ну, да, то есть, раз побыл, понял, что этого нету, ну, и все, ну, и все, здесь хоть что сделай, хоть как его приглашай, ему выпить надо, но нету выпить, потанцевать, да, потанцевать, да, можно дорожиться, куда-то быстрее поехать, там, делали, но это уже, спрос уже не с нас, это уже они какие-то, поэтому приехали, когда люди здесь, ну, надо правильно ставить, не одного, двух дежурных, чтобы людей принимали, пока ее служба занимали, в этом и есть упущение, значит, надо, в другой раз так и будем делать, даже на престольный праздник, и то, я приглашаю на престольный праздник батюшки с разных мест, вначале отказа, а потом он может приехать, чтобы встретили, там, рассказали, что делается сейчас, куда пройти, там, что, в этом надо. Они думали так, что, к примеру, трапезы, я говорю, отмолились, значит, праздничная часть, вот это, слово вступительное, все, и потом, духовенством пошли, там, например, пообедали, ну, как бы, главным, а остальные, может быть, просто какой-то такой шведский стол, там, на улице, на той же, там, попили, кто что, или, ну, это просто, я говорю, предложение, как бы, мысли, там, лучше, не лучше будет, так, кто же не входит в сектор, признает. Как бы, у нас пока... на лавочке сидел, гость приехал на праздник, я сидел на лавочке, да, по обещанию, ну, здесь, в этом году, как-то так было больше, но... Чего же так? Кстати, речь-то не о том, чтобы, ой, ой, хоть бы больше не приехало. Мы можем гостей всех угостить, посадить, а потом сами-то мы соберемся, другое, в другое время можем собраться все, свои-то, кто не успел, и все. Ну, даже минус, 10 своих человек, а приехало, например, не 10, а 50-60 человек, начало приезжать. как раз мы и не... 50-60 не будет, но... например, ну, давайте проиграем. 20-25 человек, давайте проиграем, как бы ситуация. Наших почти не было. Мы все дома едем, а все гости были, и то не вошли. Я говорю про то, что мы не стоим на месте, люди узнают больше, и представим, что там на следующий день в деревне приехало там еще больше, и как сделать так, чтобы все хорошо, чтобы еще больше приехал. Сделаем это, будем подумать, сделаем. Там шведский или французский какой-то стол там. А что, составь, что ты хотел? Все уже ответили, да? Нет, если не ответили, то расскажи, что ты хочешь. Ну, предложение, потому что мне нужны предложения, просто, ну, как вот, какие-то рациональные, как вот... Видишь, мы праздники в тех годах всегда, когда у нас были школьники, когда было 25 учеников, ну, поменьше потом стало, всегда что-то готовили концерты. Концерты были неплохие, концерты, хорошие. И отзывы хорошие были об этих концертов. Ну, сейчас, в этом году кого? Два ученика там. Ну, в этом году, ладно, не показатель. Игорь готовил. Ну, такое напряженное время уже было. Концерты всегда хорошие, все довольны. Ну, на тех концерте бывало, Игорь сразу и в три руки, и губами, и руками играл, и песни пел. Нет, ну, можно не концерт, не детский, а взрослый. Мы уже тоже перестали петь песни, уж когда последний раз пели что-то такое, все, нам дети поют, да дети, а мы уже сами не поем. Людям, а почему вы не приедете эту инициативу? Людмила Анатольевна, Елена Анатольевна, на вас все это. Да не, просто в этом году как-то что-то занято были сильнее. Да, еще и концерты, да. Вы молодые. Голову побольше, рук и ног. Ну что, все, у тебя не семеро по лавкам, но. Нет, ну концерт это тоже, иногда люди как-бы даже украшающие. Все даже, молодые братья могут же и спеть что-то, и сцену какую-то там сделать. У меня вот вопрос, что ты вот наклейки сделал, я могу свои сама сделать, ты вот свой же сайт даешь, то есть, а почему я тебе буду своих клиентов, то есть, я хочу себе своих клиентов заработать, а почему я должна выставлять свою продукцию, и ты будешь как-то. А кто сказал, поступать под его маркой выставлять? он свое наклеит, никто не сказал. Я вот тренисон на мое наклеит, а я буду как бы у клиентов зарабатывать, так не пойдет. Нет, вот видите, как очень-очень хорошо, что уже речь пошла за это, значит, вы хотите, вот, и это очень хорошо. У нас как бы есть клиенты, то есть, ну, чуть-чуть, чуть-чуть излишки. А какая разница? Есть, не есть, а будут еще больше, например, там или как-то. Речь про то, что просто в этом году выставлять-то некому было, ну, вот я как бы свой сайт выставил. Общего сайта нету, но потом централизованно, я же заранее всем сказал, потом централизованно, например, можно будет напечатать, да, что вот у меня есть вот такой, да хотя бы просто телефон. Давай мне вот там, столько мы напечатаем, вот это будет напечатать. Братья, у нас есть устав, но картинка будет очень. Я написал, заниматься можно всем только непредосудительной деятельностью, да, то есть, не можете вы рекламировать, там, табак, там, наркотики, алкоголь, и прочее, такое что-то. А остальное, свои продукты, у вас есть излишки, вы можете по интернету сделать свой логотип, или как это называется, не принимается, и все, я не знаю, почему мы отказаны, как бы Женя сказала, у меня как бы достаточно, не из-за этого. Ты молодец, что ты не по заглаза это спрашиваешь, вот ты меня спросила, я отвечаю, чтобы все слышали. В этом году, я говорю, значит, рассуждать некогда было, ты была занята, я был занят, и я заранее сказал всем, но мне было интересно все равно провести ярмарку, поэтому мы придумали картинку красивую, да, я указал на всех картинках свой телефон и свой сайт, вот, поэтому на будущее, как это будет, ну, это будет централизованная общая картинка, но со своими телефонами, к примеру, если у кого-то есть сайты, там сайты, я именно за это, но, ну, чтобы было единообразие, единообразие в ценах, если сливки, один товар, сливки или яйца, значит, они стоят столько-то, и цена будет не деревенская, я, именно я, хотел взять это, ну, тем более батюшка, вот ты ответственный, мне это не сложно, мне это интересно, под общий контроль, у нас в деревне одна цена, а на ярмарке будет чуть-чуть другая цена, ну, вот, не в два, не в три раза, не в два, не в три раза, не более чем на 30%, если вы про хлеб, то это был эксперимент, вот, и он удался, и, да, и этот эксперимент был как бы не для деревенских, ну, а что, я попробовал, я продал, вот, и все, продал, в городе, в городе такая булочка, ну, понятно, это в городе, мы сейчас не про город, я говорю про единообразие, вот, и поэтому, кто желает, кто хочет свою продукцию, я только за, чтобы это было интересно, но мы разработаем общую картиночку с общими словами, там, потеряческая ярмарка, а еще я вообще думал так, например, стоит вот каждый человек, и у него картиночка, там, крестьянское хозяйство, там, ну, как тебе там, по фамилии, или как-то, если есть крестьянское, а если нет крестьянского хозяйства, писать индивидуальное хозяйство, не надо, личное, 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 пособное хозяйство, да, личное, пособное хозяйство. Открыли кран. Да нет. Тряпку можно полагать там? Забили? Да, немножко задел. Задел до Васильева, отломилось. То, что, то, что называется крестьянское хозяйство, здесь ничего в этом нету, есть индивидуальный предприниматель, глава крестьянского хозяйства, вот, это чисто документарное оформление, я сейчас объясню, в чем разница, сегодня многие не понимают, что такое фермерское, что такое крестьянское хозяйство, вот, крестьянское хозяйство, это то, что ты держишь своей семьей, там, две курочки, три барашка, два поросенка, это называется крестьянское хозяйство, вот, а то, что я фермер, это у меня там 100 коров, у меня там наемные работники, и так далее, и, соответственно, ну, просто, знающие люди, там, где всего много, там, соответственно, речь идет уже о заработках, ну, и, как правило, о каком-то честном выращивании уже речь не идет, потому что речь идет о деньгах, а я продаю избытки со своего стола, вот, у меня там 5 литров молока, 1 литр там не выпили, как говорится, утрированно говорю, я его продаю, вот это крестьянское, то есть ты крестьянин, ты не фермер, а если вы говорите за какую-то административную форму, у меня было 85 гектара земли, я считаю, крестьянское... крестьянское, фермерское хозяйство, крестьянское, фермерское хозяйство, называется индивидуальный предприниматель, вы сейчас говорите за административное название в документах, а я говорю просто по жизни, как это есть, оно по жизни, вы должны так, ну, как, частное, индивидуальное хозяйство хозяйство холалка хагаринская фермерская физический рот то можем вот вот я как хотел чтобы например стоит пять человек И у каждого там ЛПХ, там инчук, ЛПХ, Устина, к примеру. И человек когда берет, вот там, ну-ка дай-ка я вот с вашего хозяйства, с вашего возьму. Можно так? Нет, это лучше, вот я буду это убрать. Ну, пускай человек сам сравнит. Но в этом году просто, самое главное, что единообразие, общий рисунок. И вы должны каждое, что у вас стоит сыр или что-то на тарелочке нарезано, стоит, чтобы покушать могли. В этом году я только хлеб так нарезал, чтобы можно было попробовать. Сыр, там что, мясо, все, маленько порезал, вот можете. Да, да, да. Это всегда на базарах так делается. А? Ну, эти зубочистки как? Зубочистки, да, ну это как, да, да, это хорошее прям такое, вот сейчас правило это везде так. Вот так вот. Нам просто есть куда двигаться, и для молодежи, я говорю, что устраивать даже такие дни. Будете быстро все двигаться, вас очень скоро остановят. В Думе уже... Скрутят. Скрутят. В Думе уже неоднажды подавали закон, но он его не принял еще. Но, по-видимому, примут. Чтобы, значит, сейчас мы вот держишься, сколько коров там или там свиней, ты там хоть что, никто на это как-то внимание обращает. А то будет так, ограничено. Только две коровы можешь. Если уже три коровы, то ты должен оформиться как хозяйство и платить налог. То есть скотину всю, значит, вот так вот будет. Если за мусор даже с дачных участков сейчас, а потом с сельских домов. Вот сейчас мусор, сейчас дай-ка придут еще нам квитанции за вывоз мусора. Это уже есть везде, и люди жалуются, как-то, но никто не приезжал, говорит, ни разу не вывозил у нас. А квитанции пришли за вывоз мусора все. У нас нет мусора. Ну, выходит, что делайте мусор, чтобы был мусор. И это примут, потому что там принимают все, что надо как-то казну-то пополнять, потому что зарплаты там у них великие, вот, и уже не хватает, надо было. А это было все, мы это пережили, мы на себе пережили за наши, вот, как говорится, годы жизни. Это все проходило. Корову одну держали, корову, отдай 350 литров налог, 350 литров фонд обороны и 300 литров добровольная закупка. То есть 1000 литров просто отдай, попробуй, не отдай. Только отменили налоги, в 1956 году отменили налоги. Люди как-то немножко стали, это, ну, получше уже кушать, а больше оставалось там сметанки, там молока, то эти обратно пили-то больше. Сметану по великим праздникам только видеть, то, что мать там с крынки снимет ложечкой, вот, немножко там, и все. В 1962 году закон вышел от Хрущева, можете только одну корову, одного теленка, две овцы, одного поросенка, 10 куриц, по дворам ходили, считали, 10 или 11 куриц. И 15 соток огорода, осадили по полгектара, выживали на картошке, картошкой кормили, поросенка выращивали, и куриц, этого не было же пшеницы, никто не давал отходов, какие там. Дадут, если за год заработал отец там 300 килограмм пшеницы, на муку смололи, и все, это за год мог заработать. Это в лучшем случае было. Вот и все, и стали, остальное огород отрезали, остальное это бурьян растет, но садить не смей. Ну, Хрущев здесь, когда ушел, ну и буквально через год стало все по талонам. Везде по талонам стало, талонам, а почему, не стало хватать-то людям. Ну, когда его в 1964 году-то убрали, здесь опять немножко стало свободно людям, когда Брежнев встал. Поэтому, это недолго будет такое время, что вот сегодня мы сколько, уже идет, и не однажды там подавали в Думу уже документы в Думе, разрабатывают. Это дойдет, будет все. Будем тогда по ситуации. Сейчас такой эксперимент проводят там в центральных областях, значит, называется самозанятость в трех или в четырех. Значит, это даже не индивидуальный предприниматель, а вот именно как-то новая форма, значит, регистрация самозанятой. И ты платишь там что-то 4% что-ли всего. И вот сейчас они это пробируют, если они денег много насобирают на этом, вот все, заставят, значит, всех вообще, похоже, наверное, да, то есть регистрироваться. Пока мы вот свободно, мы можем вроде не регистрироваться, хуже закрылся, хуже открылся. Просто сейчас, например, в этом году сколько, 37 тысяч надо платить? 37 тысяч. Вот, я закрылся в революте. Да, потому что, ну, как бы, я пока не, ну, мне просто надо было то, что я все свои дела сделал пока, а потом просто сказали, говорит, ну, если тебе надо будет, опять откроешься в течение пяти дней, и все. 37 тысяч просто куда-то отдать, 40 тысяч считаешь, что неизвестно, там, что у тебя. Куда-то, пенсионерам, мама твоя питается. Понятно, все это. Дратья, пока время такое, цените время, торопитесь скорее. Работать, больше заработать, и все. Больше ничего, и сидите тихо. Потихоньку. Вот и все. Больше ничего. Потому что ничего, закон приняли, там, или сфотографировали с космосом, вот, до той березы, там, территория деревни, и все. Остальное, никого, это вот, спутник сфотографировал, и все. Так и это принято. Вот закон приняли, закон, и все. Принимали закон, стали налог с общелиных семей брать. Это тоже при нашей жизни были. Люди все пчел убрали. Зачем? Доход есть или нет, оплати с него, это никто. Убрали с труб, да? Возли, налог ввели на яблони. Что скажут, есть у тебя корень яблони, ствол растет, налог, какой-то налог. Люди порубили яблони все, не стали держать. Отец наш рассказывал, какое-то время, я не знаю, но он был еще небольшой, говорит, там, парнишкой, говорит, то ввели налоги на трубы. Ну, по-видимому же, это было советское уже время только. Налоги на трубы. А люди трубы поубирали из домов, стали топить дома по-черному. Бабушка, когда затопит, мы все, говорит, на лавке ляжем, что дым-то так повыше, там, до половины, допустим, где-то выходит. Мы лежим, пока дым пройдет, тогда бабушка закрывает, говорит, что ты это, да? Вот как было. Это все уже переживали. А мы живем в такое время, когда никогда в России такого времени не было. Никогда. Ни до, ни после. Ни раньше, ни позже. Как говорится, раннее начальное время у нас все. А раньше было, отец говорил, раньше, то есть это до того, когда, до раскулачивания. Когда они единолично стали. До революции или как-то? Нет. До революции он не знает. А когда было единолично, стали, вот, здесь, когда, там, было, как, Непта это было, налогоэкономическая политика, там, как, что дали свободу всем занимать. Вот стали частную землю уберите, землю стали, а потом за эту землю всех в Нарым погнали на север, в вечную мерзлоту, давай закапывать этих мужиков, которые набрали, да, работать стали. Хорошо. В старшей деревне было семь семей таких, даже, которые работали, которые были там, земли много, ну, работников нанимали, раскулашивали, семь семей было. Кулаки, да? Да. А остальных таких, как нашего деда, он не был, но в колхоз не пошел, это назывались алишенцы, те кулаки, а то алишенцы. У него все равно все отобрали, и коровы отобрали, и из дому все выгребили, даже чугунки с кашей в печке, стояли и те забрали, вместе с кашей чугунки забрали. Отец сложил на тележку, такая, как он у Володи, двухколесная, и за 30 километров ушел на Карповку. Там землянку опять выкопал, землянку, и там жил. Там у него выросли три сына, которые ушли на фронт, ни один не вернулся. Все, долг Родине отдавали. А Родина ничего не, они у нее ничего не занимали, она их только отнимала, Родина. А говорит, долг надо Родине отдать, а что, ничего не давала она, только отнимала. Вот какое время было. А сейчас мы живем, работай, сколько надо, держи скотину, там это, пожалуйста. Это как Василий Лапкин, ну наш, брал интервью перед Мариейной свадьбой в 98 году, баба еще была живая. Ну и он там у всех брал интервью и спрашивал, вопрос такой, баба, а что ты думаешь насчет лагеря? Она такая, а что я думаю? Ну вот Игнат Тихонович, а что мне Игнатий Тихонович? Я сама по себе, ну они придут, помогут, уйдут, а я сплю сколько хочу, ем сколь надо. Что мне они? Мне они ничего, вот он занимается, молодец, пусть занимается. Ест сколько хочет, спит сколько надо. Мне звонит, говорит, а как вы терпите? Я говорю, чего? Ну как, Игнат Тихонович вас всех полпятого поднимает. А если вы? Я говорю, да никто не поднимает. Как? Вот в 4.40 всю деревню, говорит, поднимает и там выгоняет из домов там. Я говорю, да нет такого. Представь. Вот так вот. А у них все представления, что все семикратно молятся. Вот так вы рекламируете всех, показываете, вот всем. Да, в ролике так Игнатий Тихонович говорит, вот мы, 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 а кто вы, так говорите, что он и ты, и все. Вот она к нему, просто. И вот он сказал, он говорит, а мы, говорит, все знаем, мы за всем следим, там все. Игнатий Тихонович, да, говорит, ну, говорит, пессимистичный дедок, говорит. А так, говорит, интересно, знаешь, как Ленин, говорит несколько, может долго говорить, ну, и ничего не понять. А мне смешно, думаю, первый раз его с Лениным сравнили. Я говорю, ну, то есть, если ты не можешь понять, говорю, как бы это не значит, что он... Он говорит, знаете, ну, все, молодцы, делайте, говорит, попытайтесь, постарайтесь, говорит, сохраните вот все, что у вас, говорит, есть, вот в каком виде, говорит, здесь. Все, то есть, потому что... То есть, больше делать не надо, нам будет это сохранить. Нет, сохранить, то есть, люди безбожные, они видят, что, понимаешь, здесь вот как бы не просто так. Он хоть и сказал, говорит, вот, пессимистично, но, говорит, я, говорит, с ним во многом согласен, что вот там, ну, все, и что в стране, что и в церкви что-то творится. Ну, вот, безбожный человек, казалось бы, у тебя какая разница-то вообще? А нет. внимательно только никита терентий там кто исаак оси вот на вас все дальше будет держаться вся деревня человек с администрации то есть это не пустые слова там где барнаульска там и алтайский край они все понимают все видит и говорит постарайтесь быть сохранить что у вас сейчас там есть вот то есть не не разрушать тут как-то наоборот придерживаться то есть основание заложили есть устав и все такое вот поэтому а многие говорит а у меня говорит сестра замужем за там второй человек в алтайском крае банкир вот мнение они говорят лучше антибиотиками обколотую курицу будут в супермаркете покупать чем у деревенских натуральную продукцию я им говорю вы что делать это берите вот лучше она у меня как лент нет видишь поэтому тут не все даже с деньгами хотят или так сказать психологический барьер муж какой-то но чем же деньги а деньги но дали деньги допустим тебе дали вы час получился бы так миллиард ох да чтобы как бы ты распорядился нет вообще вообще есть такое это называется финансовое самоубийство каждый человек он может как говорится переработать на определенный момент жизнедеятельности определенное количество денег деньги это большая энергия если ты неправильно и распорядишься а как правило если я например могу переживать только там ну там миллион бы я бы сейчас переживал бы рублей бы то есть реализовал бы правильно миллиард ниже не смогу а вот смотри нет валентина тихоновна тебе выдали от милляция вот тебе миллиард как бы ты распорядилась слушайте внимательно но давай чтобы на плотину на привезла бы песку щебенки и трубу положила труба там нужна трубы там нет это все так полмиллиарда же сюда сюда бы сделала хороший бы комбайн купила технику хорошую школу надо построить школа есть храм новый храм построил новый храм построил а это все здание под школу такой бы маленький такую бы картинку построили ну и все на миллиард уже все истратили считаю если бы дали миллиард это деньги весьма серьезные естественно как понять что бы ты сделал я вот так бы собрал бы естественно деревенских это слишком большие деньги чтобы в одного его переживать мы бы решили бы да что нам нужно в стратегическом плане потому что мы можем мы можем настроить памятники но они не нужны сейчас ни памятники не фатанчики там чем у одного полковника 12 миллиардов а у другого 9 на двоих 21 там кто назарщенко или как-то у него захарщенко 9 что ли миллиардов так у него комната была полностью деньгами завален говорит вывозили камазом попроси на щебенку и не даст а у второго 12 миллиардов просто знаете почему называется финансово самоубийство потому что если когда у тебя такие деньги и ты в самом начале что-то не туда сделал она все имеет эффект то есть есть результат есть как бы следствие есть причина вот ты причину сделал то есть не вложил не туда деньги там не туда их потратил и потом будет у тебя следствие вот этого всего через год через два через пять через десять лет смотря что ты сделал поэтому с огромной суммы нужно быть очень осторожным быстрее не терять ними